Здравствуйте дорогие друзья. Итак, 18 день Нецех в Тиферете. Ну 18 это вообще хорошо, хай, жизнь. 18 день Амера удостоился уникальной отдельной заповеди. По словам книги Заар, каббалистической книги, когда ангел Исава дотронулся до бедра Якова, а это и есть Тиферет, то именно к качеству Нецех был нанесен урон, в память о котором по сегодняшний день запрещен пищу седалищный нерв. Объясню. Смысл этого знакомое многим состояние, когда некогда наполненные чувством действия вдруг теряют свою прежнюю яркость. Остается только рутина, привычка и вот какие-то старые решения, медленно все это как бы очень уж, знаете, душно. Но это и есть хромота Якова. У души есть возможности преодолеть это. С хромотой души мириться нельзя, необходимо искать пути для достижения полноценной духовной жизни. И еще, еще вечная красота вот эта. Возможно мы недостаточно понимаем важность каждого малюсенького даже доброго дела. Вот имеете ли вы привычку утром бросить одну монетку в копилочку? Если нет, то вы просто не представляете какие действия вообще наверху происходят от этого маленькой монетки. Обязательно. В этом есть красота и вечность. Итак, переходим к главе Даши. Весцы мерные, гири верные. Короче, в главе одна из многих заповедей говорит о кражах. Фактически запрет красть приводится в Торе дважды. Хотя упоминается трижды. Сейчас объясню. Один раз вот в нашей недельной главе к Даши. Здесь в единственном числе не крадите. В десяти речениях там потом не крадить, не крадить, не крадить в единственном числе. И еще повторяется в главе Вайдханан. По мнению наших мудрецов, первый запрет это относится не к кражам, а к краже людей. А второй именно к кражам. Грабить и так далее. Вообще в нашей главе сказано в единственном числе. Почему так много вообще? Нам все равно. Ну кто-то там что-то украл. Нам какая разница? Все не так просто. Ущерб вообще торговых седей во всем мире из-за кражи и потерянных товаров в последнее время увеличился на 3 миллиарда евро. Причем воровать стали больше покупатели. Сотрудники это исследования английского института. Человек иногда склонен к воросту. Ссори. Есть еще интересный психологический момент. В период морского владычества Британской империи во время дальних походов матросы болели цингой от недостатка витаминов. Поэтому приняли решение раздавать им дольку лайма в день. Но люди были простые моряки. Они отказывались, грозили бунтом и выбрасывали лайм за борт. И тогда Кук, вот тот капитан, которого потом съели аборигены, приказал такую интересную вещь. Один лайм выдавать в день только офицерам. А простым матросам запретил. При этом тайно приказал за кражу цитрусовых не наказывать. В итоге запасы лимона резко растаяли. Эпидемия цинги сошла на нет. Вот что такое понимание человеческой души. Казалось бы, какая мне разница. На самом деле, среднестатистически все эти потери на предприятия закладываются в стоимость товаров. И как показывают исследования, мы с вами, каждая семья в мире платит варам 200 долларов только за это. Поэтому надо понять, что это разрушает понемножку мир. Кажется, что я взял чуть-чуть. Не так это все. Честность не такая, знаете, вот должна быть. Все-таки, как я сейчас расскажу. Знаете, как к честности, к правде стремись. Ну как? Например, молится человек Богу. Бог, дай мне, пожалуйста, пять тысяч монет. Тысячу из них я обязуюсь отдать нищим в виде милости. Потом думает, говорит, но если ты мне не доверяешь, дай мне сразу четыре тысячи, а тысячу раздай сам. Ну, так не годится. Воровство и грабеж – одно из самых порицаемых преступлений в Торе. Сказали наши мудрецы, что окончательный приговор поколению потопа был утвержден именно из-за грабежа, как сказано в Бришит. Что сказано? Конец всего живого решен передо мной, ибо земля наполнилась грабежом из-за них. Это несмотря на то, что там были такие разные идолопоклонства, кровосмешения и все остальное. Поэтому пишет Робейну Йона, что он пишет. Хоть кровосмешение хуже грабежа, наказание за грабеж приближает день гибели. Это надо все учить на дополнительный вид воровства, который запрещен Торой, называется воровство знания. Это что? Запрет заключается в том, чтобы у человека создать впечатление, будто ты сделал для него что-то хорошее, выгодное, но это не соответствует действительности. Люди скажут, а я не участвую в этом. Вы можете считать себя честным человеком, никогда не укравшим, ничего не воровавшим. Ну, например, по еврейскому закону, если вы опоздали на встречу с человеком на 10 минут, то вы виновны в краже 10 минут. Какой бы мелочью вам это ни казалось. Кстати, интересный очень еврейский закон есть. Вор, похитивший овцу и продавший ее или зарезавший еще до того, как его разлучили, должен заплатить в 4 раза больше ее стоимости. А тот, кто похитил быка и продал его в 5 раз больше, почему? Мудрецы объясняют различия в мерах штрафа следующим образом. Овцу вор волок на себе, и у него ему стыдно было, человек несет животное, а когда вел быка, он шел рядом. Получается, что даже когда речь идет о воре, то рассчитает его, с его позором считается и снимает с него меньший штраф. Итак, сегодня надо подумать, нет ли в моих действиях того, что сегодня мы учили не делать. Ну, у нас 5 секунд, я еще расскажу короткую и смешную Майсу. Ребянки, бедный человек, в доме ничего нет, сидит, вдруг слышит, воры зашли в дом. Он раз спрятался в шкаф, обыскивает дом, воры открыли шкаф и видят там рабянки. Говорит, ты чего прячешься? Он говорит, я прячусь от стыда, что в этом доме нет ничего достойного вашего внимания. Брахава от слаха, что в нашем доме было всегда все достойное внимания, чтобы дом был полной чаши, войн не было, и чтобы никакие воры к нам не приходили. И мы сами, чтобы не имели отношения к этому нехорошему действию. Брахава от слаха.